Ну а теперь отправляемся в путь по реке Тон-Ли-Сап. Полчаса на одной лодке, еще немного на лодке поменьше, и мы на месте. Великое озеро, Камбоджийское внутреннее море и даже океан. Как только не величать здесь озеро Тон-Ли-Сап. Этот водоем в центре страны и уникальная экосистема, в которой с космической скоростью размножается рыба и основа жизни для множества людей. Ну, начнем с того, что они на этом озере как минимум живут. Нет, не у берега, а буквально на нем. Сейчас все увидите. Прежде чем заплывать в такую деревеньку, лучше узнать подробнее о нравах и обычаях ее жителей. Да и вообще, обзавестись проводником. Так что, прошу любить и жаловать очаровательную Елену. Лена родилась и училась в России. Там же встретила своего будущего супруга родом из Камбоджи и переехала сюда. Ну, а теперь Лена открывает эту страну для тех, кто так же, как и я, хочет узнать о ней как можно больше. Расскажи, как получилось, что именно на этом озере образовалась вот такая жизнь? Ответов много. Во-первых, если они будут жить на земле, им нужно купить землю. Им также надо как-то зарегистрироваться на земле, платить налоги. А здесь они живут. Надоели соседи, есть свои плюсы, поменяли место. Очень удобно. В принципе, это из поколения в поколение люди, семьи рыбаков, которые уже занимаются рыболовством, привыкли. Это уже такой уклад. Озеро Тон-Лесан занимает второе место во всем мире по разновидности пресноводной рыбы. Первое место – это река Амазония, второе – наше озеро Тон-Лесан. А что за люди здесь живут? Именно в этой деревне живут вьетнамцы. Вьетнамцы? В свое время, когда уже после гражданской войны. Они даже спустились к нам уже, зашли по Микунгу, потом еще по нашей реке Тон-Лесан и добрались до нашего озера. То есть здесь они вылавливают огромное количество рыбы. Эту рыбу продают также к хмерам. Мы покупаем рыбу у вьетнамцев. А как они вообще делят территорию на воде? Ну, на земле, понятно, размежевал, и вот это твоя, не знаю, шесть соток, как у нас, да? А на воде-то как? Тем более перемещаясь. Я думаю, здесь этим никто не занимается. Не делят. Это твое, это мое. Кто первый занял хорошее место, тот уже там и будет жить. Да, поэтому не бывает такое, что каждая семья возвращается в одно и то же место к тому же дереву. То есть бывает, что, ну, не успели. Ладно, мы рядышком завяжем. Нет такого. Я здесь стояла, это мое место. Вот в этом, наверное, азиаты, они добрые, хорошие. Ну, может быть, по бухтям там. Но конфликтовать не станут. Лен, а как строят здесь дома? Прямо на воде? Раньше многие дома делали на понтонах. Конечно, это было невыгодно, потому что если сгнил дом, они берут этот целый дом, вытащили на сушу, начинают его там уже ремонтировать. А сейчас стройматериал – это бочки. То есть они берут обычную лодку, добавляют некую платформу прямо на воде, подкладывают уже туда бочки, как понтон. Бочка сгнила, они поменяли другую бочку и так же продолжают. И это такой, можно сказать, фундамент, да? Фундамент. Ну, а что касается самих деревень, я так понимаю, что здесь их на озере несколько. Да. Огромное количество. В каждой деревне, даже если своя администрация, и в каждой администрации они считают эти дома. Ага. Именно в этой деревне 326 семей. Ага. А так как мы знаем, что семьи большие, минимум 5 детей, еще есть бабушка, дедушка, внуки, дети, поэтому, конечно, минимум 10 человек – это одна маленькая семья.